Тенеу-Йорк Тимис, США, русская водка и митинг под лозунгом «Сговора не было». Джек Хилли, Алан Блендер. Тенеу-Йорк Тимис, США. 28 марта 2019 года. Праздновать начали почти сразу. В выходные дни Лайза Джойзов, Лиса Осеп, организовала в центре Манхаттина митинг под лозунгом «Сговора не было». В Хьюстоне Энсен Клибер, Ансен Клабер, принес на званый обед бутылку русской водки и курицу. Он хотел, чтобы его друзья поели петуха, фразеологическое выражение, означающее проглотить обиду, унизиться, примечание перев. Но обошелся вареной курицей. Настал день, когда я могу злорадствовать и торжествовать, а вы все расстроены, заявил этот 43-летний менеджер из строительной отрасли в кругу своих либеральных в основном друзей, которые были не очень рады. Они были удручены в связи с тем, что согласно заявлению Министерства юстиции, специальный прокурор в ходе проведенного расследования не нашел следов взаимодействия между штабом Трампа и России по вмешательству в выборы. Почти два года самые яростные сторонники Трампа вторили его нападком на следствие, которое вел бывший директор ФБР Роберт Мюллер, называя расследование охотой на ведьму требуя его прекращения. Их боевым кличем стали слова «сговора не было», и они встали на сторону тех республиканцев в Конгрессе, чьи усилия по дискредитации Мюллера раскололи ряды республиканских законодателей. Некоторые консерваторы заявили, что они уже давно поняли, никакого сговора между штабом Трампа и Москвой не было и быть не могло. И вот в выходные дни они возликовали. «Жалко, что так получилось», — сказала 47-летняя домохозяйка Джойзов, участвовавшая в подготовке манхэттинского митинга и помогавшая в 2017 году организовывать марш против шариата в городе Сиракьюз. Если демократы не прекратят расследование против него, они сами себе выроют яму. Если они будут продолжать, они проиграют. С момента назначения Мюллера в 2017 году консервативные американцы ведут против него кампанию по дискредитации. Многие подписывали петиции с требованием о его отставке. Но когда в воскресенье затихли первые вздохи облегчения, и люди начали успокаиваться, выслушав заявление генерального прокурора Уильяма Бара, Уильям П. Бар, о выводах расследования Мюллера, многие фанаты Трампа перестали вспоминать спецпрокурора и переключили свой гнев на демократических политиков, на государственных чиновников и на средства массовой информации, обвинив их в попытках потопить президента. Проблема была не в спецпрокуроре, заявил во вторник старший пастор Первой Баптистской Церкви Даласи Преподобный Роберт Джефрес. Роберт Ефрес, являющийся одним из самых ревностных сторонников Трампа среди евангелистов. Проблема в том, что специальный прокурор получил неограниченное время, деньги и полномочия для проведения расследования, не имеющего под собой солидной основы. Священник ожидает, что Трамп еще не раз выскажется по этому поводу. Откровенно говоря, мне кажется, что демократы вручили ему мощное оружие для ведения борьбы в 2020 году, продолжил Джефрес. Я думаю, несправедливость этого расследования и попытки отменить результаты голосования в 2016 году зарядят президентских сторонников такой энергией, какую просто невозможно себе представить. Действительно, многие консерваторы говорят, что отчет Мюллера лишь усилил их презрение к новостным СМИ, они называют их фейковыми новостями, и к продолжающимся многочисленным расследованиям против президента и его бизнеса. Они называют все это не иначе как фабрикациями. Тем не менее, нельзя сказать, что преданные Трампу сторонники внезапно одобрили расследование Мюллера, в ходе которого были предъявлены обвинения и вынесены приговоры нескольким бывшим помощникам Трампа. Консерваторы от Атланты до Хьюстона и Калифорнии в один голос утверждают, что они по-прежнему возмущены и ощущают еще большее давление. В прошлом году Брюс Десателс, Бручетис Аутельс, внес на рассмотрение республиканского съезда в штате Небрас к резолюцию с осуждением расследования Мюллера, назвав его несправедливая так и на администрацию Трампа. Он пожаловался, что Мюллер ради спасения собственной репутации решил упрямо настаивать на своем обвинении в препятствовании правосудию, хотя никакого состава преступления здесь нет. Во вторник он по-прежнему негодовал. Если вы спросите, прощаю ли я Мюллера, считаю ли я его хорошим человеком, то я вам отвечу, нет, заявил 58-летний Десателс. Это была охота на ведьм, и всем это было видно с самого начала. По мнению Десателса, Мюллер это просто очередная креатура Вашингтона, поддержанный этаблишментом республиканец, который обеспокоен отношением Трампа к капиталу. Порядочный человек, настоящий прокурор, который ведет честную игру, посмотрел бы на все это и сказал, «Нет, я даже не прикоснусь к этому, здесь явная политическая подоплека», – заявил он. «Это черная метка для американской системы правосудия». Некоторые сторонники Трампа провели параллели с выборами 2016 года, сказав, что демократы и ведущие средства массовой информации в своих прогнозах высмеивали их действия в поддержку Трампа и сбрасывали их со счетов вплоть до того момента, когда он победил. В июне 2017 года Комитет политических действий под названием Альянс Великой Америки, Гриат Америч Алианчи, разместил все эти видео, в котором расследование Мюллера было названо фальшивкой, имеющей целью добраться до президента. Председатель Альянса Эрик Бич, Ерич Биач, сказал, что они намерены размещать новые видеоматериалы, используя в качестве источника общедоступное резюме по докладу Мюллера. Дэнди Терли, Дэнди Е. Терли, которому принадлежит ресторан в пригороде Атланты, обвинил Мюллера в том, что он провел дорогостоящее и очень длинное расследование, которое, как сказал генеральный прокурор, не выявило состава преступления в действиях Трампа. Меня страшно пугает то, что это Соединенные Штаты Америки, и что в этой стране группа людей могла так поступить по отношению к человеку, которого избрали должным образом, которого поддержали люди. Это чертовски меня пугает, сказал Дэнди Терли. Не было никаких оснований начинать охоту на этого человека. Они стали его преследовать, потому что он им не нравится. По словам Дэнди Терли, это был фарс самого начала, и сам он не очень верит Мюллеру. Это не Мюллер его реабилитировал, сказал он. Это Трамп сам себя реабилитировал. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.